Важнейшее политическое событие года в России. Сегодня единый день голосования. На кону 47 тысяч мандатов и выборных должностей разных уровней. А еще более трех тысяч задержанных, сотни открытых дел, переломанные ребра и разбитые головы. Миллионы людей с требованием о честных выборах на улицах крупных городов РФ. Но путинский режим не оставил ни единого шанса стране, граждане которой уже давно забыли, что такое честные выборы. Современная история всероссийского обмана. Здесь было все. От классических вбросов и каруселей до ухищренных и нагло силовых способов фальсификации. Но обо всем по порядку. Пришли голосовать, а оказывается, за них уже проголосовали. Пожалуй, самые жестокие и циничные вбросы произошли в родном для нынешнего хозяина Кремля Петербурге. Именно Путин всячески лавировал на губернаторское кресло господина Беглова, человека, которого северная столица категорически не принимала. И Путин прекрасно знал об этом. Но на мнение людей ему как всегда было наплевать. А значит, что? Верно. Беглов должен победить, чего бы это ни стоило. Еще до подсчета на выборах зафиксировали сотни нарушений. Членов участковых комиссий даже били, а избирателей подкупали. Причем как? Угощали водкой. Одного из членов избиркома избили прямо перед участком. А второго облили зеленкой за то, что отказалась сделать вброс. В руках был термос металлический. И она начала меня поливать вот жидкостью зеленого света. Вот вы видите, да? Я тут пытался тереться. Не очень получается. Позже коллеги потерпевших занялись обзвоном прессы. Я хочу сделать заявление. Похоже, она себя сама облила зеленкой. И это провокация, сообщал журналистам один из председателей. Другой убеждал, что второй пострадавший, только представьте, сам себя избил. Прям все по Гоголю, где унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Судя по всему, для исполнения монаршей воли главам избиркомов дали полный карт-бланш. Не надо, пожалуйста, заходить на участок. Мы опоздали, все. С блюдениями! Ах, какая! Ты посмотри, хватит меня трогать, ты черт совсем. Смотри, какая красивая с блюдениями пришла. На помощь своим гостям прибежал хозяин Шапито с криками о том, что все были вовремя. Ленка, конечно, пусть пройдет, а ящик пусть оставит здесь. Ящик оставит. Это не вы решаете. Не надо меня трогать, не надо меня трогать, я сказала. Безобразие. Да вы что, вообще, что ли? Так, это что такое? Ящик занесли, внимание, занесли ящик. Ящик занесли, который после 8.00 бы принесет. Глава комиссии спокойно предлагает начать подсчет голосов, выгоняя при этом как кандидатов, так и наблюдателей. Полицейские, на глазах которых происходил этот беспредел, решили ретироваться. Уходите и уведите этого человека, чтобы нарушать закон. Вы нарушаете закон о полиции. Мы сообщили о правонарушении. Понимаете, нарушение на выборах. Улияние, что произошло на ваших глазах. Пишите заявление, оно будет просмотрено. Но бездействие питерских силовиков это цветочки. На одном из участков полиция помогла совершить преступление. Закрыла от непосторонних глаз подсчет голосов. Граждане милиционеры, а как мы увидим, что ли? Я не знаю, что вы будете видеть. Они у вас с экранами. Можете встать. Стоять плотнее. Когда же плотности кордона оказалось недостаточной, пришлось позвать на помощь ОМОН. А на этом питерском участке полиция вообще стала соучастником преступления. Два архаровца в форме сопровождали членов комиссии, которые решили покинуть участок, захватив с собой бюллетени. Санкт-Петербург, участок 12-90. Как мы видим, полиция активно участвует в фальсификации. А можно узнать все-таки, куда вы идете с пачкой бюллетеней? Дистанции, дать не надо. Судя по всему, самовольный вынос бюллетеней из участков для российских выборов – обычное дело. При этом у наблюдателей такие действия членов комиссии вызывают истерический смех и тотальный шок. Члены участковой избирательной комиссии, вы куда уходите? Вы куда, вы что шутите? Ребята, вы куда убегаете? Вы что, серьезно? Офигеть, просто позорище! Почему сразу позорище? Ребятам просто очень нужны деньги. Можно только догадываться, сколько заплатили за похищение бюллетеней, если за банальный вброс предлагали по 3000 рублей. Приходите, говорите, мы с такой-то улицы, заходите в кабинку, выходите и бросаете бюллетень. Менты все знают, придете, скажете, все в курсе. Без печали колесили по участкам и эти старушки. Причем дисциплина у них отточена четко. Вот что значит старая школа. Как только появляется камера, бабули заряжают хоровой вокал. Что снимаешь? Потому что у вас подвоз. Что снимаешь? У вас подвоз. Непонятно. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Песня. Песня. А впереди еще три дня и три ночи, и шашлычок под коньячок вкусно очень. А после исполненной миссии вся агентурная сеть собирается на конспиративной квартире. В Питере одна из таких замаскирована под фотоателье. Куда очередь-то стоит? А вам-то какая разница? Куда стоит? А что вы фотографируете? А, фотографируют? Фотографируют? Судя по ажиотажу и возрастному цензу, какой-то гуру-фотограф создает фотосет на тему «Те, кому за 60» или нет? Я что, выборы, что ли, оплачиваю? За 30 серебряничками? Вот они. Здрасте. Здрасте. Так, ты-х 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 ты. Куда? Куда? По спискам, да? Очень хорошо. Еще 100 тысяч жителей Петербурга написали заявки на голосование дома по причине болезни. Добавьте к этому организованное голосование солдат и моряков, и в итоге получите тот результат, которого во что бы то ни стало требовали в Кремле. В поддержку Александра Беглова высказалось подавляющее число горожан. Это 64,5% избирателей. Большое спасибо городсберкому, который организовал эти выборы, очень хорошо организовал выборы, прошли открыто, честно. И огромное спасибо, конечно, силовому блоку, который обеспечил безопасность этих выборов. Я считаю, что выборы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком уровне. В Москве же полностью прокатить российский народ не удалось. Выборы в Мосгордуму на протяжении всего лета были под пристальным вниманием всего мира. И как результат... А вчера «Единая Россия» лишилась большинства. «Единая Россия» получила только 21 место из 45. Именно поэтому в районе 3 часов ночи они остановили подсчет по нескольким округам и попытались украсть 8 мандатов. 4 из них они смогли украсть. Там разрыв голосов был небольшой, и жуликам из мэрии хватило буквально несколько сотен голосов. При этом оппозиция считает, что это уже победа, ведь из горсовета удалось выгнать двух ярых единоросских старожилов. И это при том, что за ними стояла многомиллионная промо-компания. Я не вижу других кандидатов. Пела Диана Гурская на предвыборном мероприятии лидера московских единороссов Андрея Метельского. А сумасшедший админресурс всячески пытался помочь кандидату сохранить свое место. Почему вы не вводите данные в ГАЗ-выборы? Чьего распоряжения вы ждете? За честность выборов по округу Метельского до утра бились наблюдатели. Члены избирательной комиссии прятались от них в туалете. В регионах с креативом единороссов дела обстояли похуже. Там ограничиваются тривиальными вбросами. Вброс произошел. Массовый вброс. Вброс это одна... Вбросил пачку мы не успели. То есть пачки уже там. Правда, стоит отметить, что протестные настроения в России набирают обороты. В некоторых регионах даже путем массовых фальсификаций Кремль не смог удержать прямой контроль над ЗАГС-собранием. Иркутск. Выборы в городской совет. Полный разгром Единой России. В Хабаровском крае Единая Россия получила в законодательном собрании только два мандата из 36-ти. Если судить по официальным заявлениям, то все как обычно. Тишь да гладь, да божья благодать. Ни в Центральную избирательную комиссию, ни в региональной избирательной комиссии не поступило никаких обращений с какими-либо серьезными нарушениями, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Но ложку дегтя в кремлевскую бочку меда подлила бурятия. В Лан-Удэ люди категорически отказались признавать результаты муниципальных выборов, на которых победил провластный кандидат. Многие люди были свидетелями вбросов. Многие люди были свидетелями нарушения. И уже на следующий день на площади Советов собралось несколько десятков человек. Туда же подтянулись и правоохранительные органы. Причем, по информации местных блогеров, ОМОНовцы были из другого региона. Силовики попытались арестовать лидеров протестующих, которые закрылись в микроавтобусе. Но люди стали живым щитом. А дальше произошло нечто, не поддающееся здравому смыслу. Подъехала газель без госзнаков, из которой выскочили молодчики в балаклавах и начали громить всех и вся. Дальше тетушки двинулись, внимание, на оцепление ОМОНа. С дубинками и ломами ребята прорвались сквозь полицейских, выволокли из оцепленной машины протестующих и, скрутив их, спокойно запихнули в свою газель. Обратите внимание, как один из тетушек, размахивая топориком перед лицом полицейских, командует силовикам остановиться и бездействовать. В итоге похищенные люди были избиты, несколько человек арестовано, немногочисленные протесты на площади продолжаются и по сей день. Но пока без особого успеха. То, о чем в России гудели все лето, так и свершилось. Но что изменилось? Оппозиционеры считают, что Единая Россия потеряла предостаточно, хотя, согласно ЦИКа, 76% победивших на выборах — единороссы. Не стоит забывать и о так называемых независимых кандидатах. Кроме того, избрано почти 12% самовыдвиженцев. Часто они также выходцы из партии власти. А если посмотреть на тех, кто заменил единороссов на местах, то становится очевидно, что Кремль абсолютно ничего не потерял, а совершил всего лишь небольшую рокировку. Получается, что главные бенефициары того, что произошло, — это коммунисты. Коммунисты действительно часть этой власти, они действительно управляются из администрации президента. КПРФ и ЛДПР — это те, кто заняли второе-третье место на прошедших выборах. Так что пока ни о каких глобальных изменениях говорить не приходится. В возможность что-либо изменить не верили и люди. Явка на выборах депутатов Мосгордумы составила 21,8%. А в оккупированном Крыму и Севастополе и того хуже. Севызберком фиксирует самую низкую явку на выборах в городе за последние пять лет. Но на Киселев ТВ риторика неизменна. Там, что бы ни случилось, всегда и во всем виновата Америка. А вот так выглядел набор ссылок, который выдавал Гугл на вопрос, за кого пойти голосовать. Комментарии излишни. Кремль согласился играть черными, но играть вновь по своим правилам. По другим он просто не умеет. Там, где очень нужно было, использовались все методы, от силовых до грубейших фальсификаций. Там, где можно было, отдавал пешку, чтобы разыграть выигрышный гамбит в будущем. Фактически по всем направлениям мы удвоили свои позиции. Теперь у нас во всех парламентах будут свои представители. Если уж садиться с жуликами и ворами за один стол, обязательно нужно следить за обеими руками. Они никогда не дадут проиграться полностью. И не стоит забывать, что подачка в виде отыгранных так называемых носков или трусов – это та капля гордости, которой достаточно униженному для продолжения игры. Именно так Кремль и будет кормить свой народ как можно дольше. Не важно, кто как голосует, важно, кто как считает. Мы действительно все гадны. Всегда гадны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok